как решать конфликты с трудными подростками может у вас есть какие-то рекомендации я добавлю еще какие-то мысли к этому вопросу я какое-то время назад вот увидел одна семья верующие 1 вот сестра она является психологом вот и она выставила такой пост и просьбу чтобы молиться за за своего ребенка потому что они как бы неправильно его воспитывали они понимают свое то что они неправильно делали допускали наказывали не наказывали не были у каких-то очень таких верующих строгих вот и теперь они как бы связывают то что девочка не в церкви не с богом живет там плохой жизнью скажем они связывают это со своим воспитанием вот у меня возник вопрос что мы ожидаем вот подростков от детей кем они должны стать они должны стать хорошими верующими не стать просто хорошими людьми они должны стать профессиональными в своем деле вот какие у каждого свое свое представление я здесь встречался в израиле что главное чтобы он жил в израиле ни в коем случае не в какой-то другой стране и тогда все цели достигнуты воспитание детей так вот все таки вот как можно лаконичнее чтобы мы решили обсудить что вы думаете американец сказал respect before you expect то есть уважай прежде чем ты ожидаешь чего-то вера которую мы пытаемся дать детям это не их вера это наша вера это мы верим это мы покаялись то мы получили покаяние мы получили спасение это они это у нас до некоторой степени унаследовали но если у них нет личных взаимоотношений с богом то очень тяжело их обязать верить в то же самое что и мы но личные взаимоотношения что не обретают со временем то что а что делать что делать если на каком-то этапе мы допустили ошибку мы у него все было хорошо он был с богом только раз мы допустим какую-то ошибку и он ушел в сторону то что ему здесь стало некомфортно вопрос как бы ну для меня он относительно решенный лично для меня еще раз это мое личное мнение на эту тему что если ребенка наставить как написано да с детства на путь он и в старости не уклонится от него то есть он в старости то не уклонится но по дороге он будет ходить туда вправо мы же тоже будут верующие ну что туда заводит у суда на сто процентов на сто лет как бы да ну и спасение это же не дело рук человеческих в общем то да да это иначе я бы тоже не пришел меня воспитывали не так что прямо к божьей жизни но сейчас вопрос не об этом просто том что что делать если ребенок пошел не туда а кто решил что он пошел не туда блудный сын вообще пошел совсем не туда но вернулся туда куда надо ну да вопрос в чем вопрос знает ли чего ребенок куда вернуться вот наша задача как людей которые воспитываются главное что отец дал возможность ему уйти он не сказал там сиди со мной трудные подростки это подростки с которыми не трудно это не proto что они такие трудные это нам с ними трудно потому что они не хотят мириться с тем что есть у нас не пытается проявить свой характер да пусть проявляют свой характер наша задача их любить какими они и есть дать им возможность быть такими как я не есть потому что если мы наделаем кучу ошибок они уйдут и не вернутся и нужно знать что они могут вернуться сюда человек знающий ребенок знающий бога вернется к богу в любом случае потому что бог своих нет не отпускает он всегда как как бы из огня спасет я на этом стою поэтому мне нет вообще никаких с этим и сомнений даже если у моих знакомых есть к люди как-то там где подростка дружки вообще там и только подростки кстати там и после армии есть что-то происходит я вижу просто у них что они потом возвращаются и становятся многократно более посвященными служителями чем люди которые всю жизнь провели в церкви надо дать им возможность самим принять решение что-то навязывать да что что можно сказать еще и мы перейдем очень ценно вложить в детей и вообще когда именно вот эта способность какую-то к пояс то есть вот действительно познакомить их с богом познакомить их причем не 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 религиозно познакомить да а познакомить с этой атмосферы которая есть вот который дает господь то есть другими словами атмосферой в семье от какими своими изменениями любви к богу передать им вот это вот написано да ты веру сохранила до переда вот и вот это течение совершил павел говорили то совершить какое-то течение которые они вовлечены то есть увлечь их и так течением а дальше они решают они могут выйти потом в другую реку зайти до так далее и тому подобное я согласна полностью верим что если ребенок там 18 лет друг ушел из общины там начал курить там где-то это не значит что он ушел от бога это это абсолютно еще ничего не знаю конечно нам неприятно и мы часто родители часто стыдятся этого им важнее что они будут говорить чем важнее то какой их ребенок они не видят что он какой на самом деле ребенок чудесный ребенок да он ищет он так ищет так вот для меня очень важно чтобы ребенок был с детства его вот как-то вот наставить в это течение ввести что почувствовал эту радость эту силу это один раз почувствуешь вкусишь да и естественно способность искать способность размышлять думать ну и вот как бы не останавливаться двигаться креативность и крестьянство не помеха дети должны уметь находить разные варианты пробовать разные моменты и видеть какие последствия у всего если они ну то есть вот есть люди как мы в поисках приключений вот есть дети которые в поисках приключений они очень долго могут быть поисками причем но они знают куда вернуться спасибо друзья спасибо вам спасибо вам да я прочитаю сейчас реакции людей мы подытожим это у вас будет возможность сказать последний слой елена пишет а что делать ребенку если родители реально психи я не знаю что делать ребенку как-то вы попробуйте ответить владимир так владимир елена мне кажется что невозможно не ошибаться невозможно всегда правильно поступать поэтому важно просить прощения конечно я согласна полностью и не винить себя не надо кроме того не надо искать виноват кроме сейчас да кроме того конфликты это хорошо они говорят нам о том что есть проблемы нужно искать решение ведь ребенок прежде всего личности которая дальше должна научиться правильно жить в соц только не путать конфликт и скандалом да от елены много комментариев но конечно должно быть наказание начи как ребенок поймет что он что хорошо а что плохо беда в том что христиане очень бояться слышать что-то наказание но возможно они много выиграли бы своем хождении с ним если бы посмотрели с разных углов гюзеля я говорю что ты лучше чем кажешься у тебя все получится я в тебя верю сатана хочет разрушить наши отношения сейчас у меня перри перескакиваю дополняются просто вопросы и перескакивает и я теряю разрушить наши отношения я люблю тебя просила прощения что шлепнула ты еще директором станешь результат то есть самые лучшие пожелания до результат прежний двоечник закончил школу на четверке пятерки у нас до сих пор доверительные отношения но я часто спрашивала что иисус бы сделал этой ситуации екатерина что делать если со взрослыми детьми конфликт они не хотят идти на примирение они не верующие 30 лет как бы вы сказали как бы вы отреагировали зоя если разговоры не помогают что делать елена физическое наказание наказание может принести серьезные раны это вот как вы как раз и говорили гигаммы когда родители пили мы часто конфликтовали с ними но слава богу это в прошлом екатерина все конфликты наверное когда уже вырастают дети а когда маленькие такого нет сразу все решается ангелина когда мы хотим прожить их жизнь а не даем богу формировать их характер вот тогда нерешаемые конфликты происходит что делать если разговоры не помогают я могу вам сказать что хороший вопрос часто его задают но мое убеждение такое вы можете с ними согласиться может быть до beber на кур mentioned we have to help sometimes use the team or someone else's нужно для наб asylumки лучшеません но то опять же понимая единственное uks morale literacy of aо будет я mac and i think for both financials понимаете они что-тоencedmusicas really yeah другие скучают услуги края когда они его с Gesprоха представляет участие которым linerный но потом по отeliсти все решению пишут возможно как бы причинности на час раньше. Ну, такие простые вещи. Потом посложнее. Если мы научимся детей решать вопросы, начиная с корня этого вопроса, тогда все разговоры будут предметные. Потому что, если разговор не помогает, разговор беспредметный. То есть, он говорит о том, что ему интересно, вы говорите о том, что интересно вам. Вы либо друг друга не слышите, либо вы не можете прийти к тому, в чем корень проблемы. И тогда разговоры не помогают. Ну, опять же, это мое личное убеждение. Еще Ольга пишет нам, ребенок закрывает рот, что много не говорили. Что делать, когда отказываешь, а он истерит. Первую часть я не понимаю. Ребенок закрывает рот. Может быть, ребенку закрывает рот? Что много не говорили. Ну, как-то непонятно. Что делать, когда отказываешь, а он истерит. То есть, ты ему отказываешь, а он в истерике просто. Таких немало очень случаев. Во-первых, это зависит от возраста. Ну, маленький ребенок, я так понимаю. То есть, если, например, возраст, предположим, полутора-двухлетний. Вот у нас в Израиле полно. Просто валяются, кричат, брыкаются и все остальное. Везде валяются. Смотрите, во-первых... Есть рекомендации, как справиться с этим? Во-первых, это зависит от возраста, я еще раз сказала. То есть, если это полтора года, бывает, ребенок полтора года выражает так эмоции, которые были сдержаны. Вот у меня, например, я ребенка забирала... Полтора года? Полтора года из садика. Да, она там не плакала. Она сдерживалась, где-то около двух лет ей было. Зато, когда я сажала ее в колясочку и везла, она начала вылезать с коляски, орала, ложилась на асфальт, прям била ногами. Что ты делаешь? Я, во-первых, присаживалась, начала гладить или гладила. Если я брала на руки и она вырывалась, то я могла чуть-чуть посильнее ее прижать, но при этом я не орала на нее, не кричала и так далее. То есть, если, например, ребенок уже таким постарше манипулирует таким способом, то надо подойти и сказать, что ты действительно его любишь, ты слышишь, но это не прокатит. Но если он не может действительно остановиться, то есть он не просто манипулирует, может остановиться, просто специально так делать, а не может остановиться. Значит, надо решать это прежде, надо как-то искать способ миновать эти эмоциональные вот эти вот, ну, битье, ну, истерику. Потому что если он не сможет сдерживать себя, это может, ну, длиться бесконечно, и он будет думать, что его не любят, да. Он как бы, что не реагирует. То есть, игнорировать не всегда. Игнорировать можно только тогда, когда ребенок осознанно истерит, да, специально хочет чего-то добиться. Ну, тоже игнор, я не думаю, что в данном случае поможет. А просто сказать, не пройдет. Да, 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 но я имею в виду не то, чтобы там сразу идти на поводу, а не пройдет. Загита пишет нам, мои дети отступили от Бога, и я верю, они стали против моей веры. И я верю, и они стали против моей веры. Но я так понимаю, что большей части людей, конечно, интересует тот вопрос, как решать вопрос с неверующими детьми, и как их привести все-таки к Богу. Я помню, как Джеймс Добсон говорил о том, что если у вас есть время, только небольшое время, воспитание ваших детей, и вы можете за это время что-то вложить. Если вы вложили правильно, даже если они уходят из церкви, ну, уйдя из церкви, это не значит, что они уходят от Бога. Я тоже с этим согласен. Потому что у каждого из нас, и мы можем находиться в церкви, а сами уже уйти от него. Внутренне опять к нему вернуться. Поэтому неважно, где он телом находится. Но все-таки, все-таки дать возможность ему выбрать и вернуться, потому что неизвестно. Мы-то живем не во времена первого, второго, третьего века христианства, где конкретно можно увидеть веру каждого человека, потому что каждый оказывается перед лицом смерти. Сегодня во многих странах христианство – это часть культуры, часть религии такой общей. Сегодня в некоторых местах ты не можешь не пойти в церковь, в воскресенье ты должен пойти, хотя ты можешь быть совсем далеким человеком. Весь вопрос в плодах, весь вопрос совершенно в этих как бы истинной пшеницы, чтобы выбрать этой плевелы. Я думаю, что у каждого есть этот путь. И не спешите реагировать, не спешите делать выводы. Доверьтесь Богу, даже если ваши дети сейчас не там, где вы хотели бы их видеть. Продолжайте верить, любить, растирать в нем руку общения, дружбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин